Всем привет! Меня зовут Ника, и это видео про... Про интернет-магазин. И оно для тех, кто хочет открыть свой интернет-магазин, или для тех, кто хочет просто послушать, как я это сделала. Я расскажу про эволюцию своего магазина. Как всё начиналось, как всё сейчас, с какими сложностями я сталкивалась, и как я их решала. Так что запасайтесь попкорном, либо, если у вас от попкорна жизненные трудности, как у меня, то запасайтесь яблочками, и поехали! Итак, всё началось в 2014 году. Я тогда заканчивала универ и работала в креативном агентстве. Это агентство делало сайты, и не только. И там я в свободное время рисовала рисуночки, и одним из таких рисуночков стал пёся. Также в то время Tumblr был довольно-таки популярным местом для того, чтобы проводить время в интернете. И я там была подписана на кучу иллюстраторов, среди которых был вот этот. И однажды он выложил свой ZIN. И я просто офигела. Он был сделан буквально из двух листов А4, и это просто blew my fucking mind. Потому что я просто даже никогда не думала о том, что можно взять два листа А4, что-то на них нарисовать, напечатать, и это будет что-то. Это меня очень вдохновило, и я решила сделать свой ZIN про пёсю. Потому что тогда я его только придумала и очень много его рисовала. Я нарисовала его на работе в перерывах, распечатала его на принтере на работе. Не только на работе, потом мне ещё помогал друг. Он тоже распечатывал его на работе. Скрепила его степлером на работе и выложила в паблик. В паблике у меня тогда было пара тысяч человек, и всем очень понравилось. Поэтому я такая, ммм, иллюстраторы продают вот свои ZIN вот за 2, за 3 доллара, вот за 7 долларов. Ммм, доллары, доллары в рубли. Ну, допустим, продам тоже ZIN-пёсю там за 150 рублей. Кто купит, тот купит. Вот я нашла свой старый пост об этом. Я доделываю ZIN про пёсю, доброго маленького пёсика, который не боится ничего, кроме грозы и пакетиков. Всего в нём 10 страниц, скреплённых скобами, вручную напечатанных у меня на работе. Пока никто не видит. На самом деле все видят, но молчат, потому что ужалиют. Если вы хотите купить ZIN, пройдите, пожалуйста, опрос в Google. Как видите, чтобы собрать заказы, я сделала Google форму. То есть это была маленькая анкета, которую люди заполняли, отмечали, что, сколько всего они хотят купить, как заплатить, где, как получить, там, почты или встреча. В итоге все данные из этой Google формы уходили у меня в Google табличку, где были имена заказчиков, ссылки на их соцсети, всякие данные, там, статус оплаты, всё такое. Наибольшее количество людей захотело купить у меня этот ZIN лично, поэтому я назначила встречу после работы в метро, насколько я помню, на Курской, в центре зала. Как это всё было организовано, я просто назначила день и время, и пришла туда, села на лавочку, разложила на этой лавочке все свои заказы, упакованные предварительно в конверты и подписанные там с именами. И передо мной образовалась кучка людей, которые потом выстроились в очередь, и они ко мне подсаживались по одному, покупали, оплачивали, мы фотографировались, разговаривали, обнимались, и это было офигенно. И никто к нам не подошёл, ничего не сказал и не прогнал. Ой, hello, 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 чего не пошла. Ещё я помню, что на этой встрече все между собой очень классно общались и перезнакамливались, и это было супер-классно. Ну и плюс мне было супер-приятно получать фидбэк настоящий и видеться с настоящими людьми, которые были на меня подписаны. Хоть я и обожаю гугл-таблицы, но всё-таки работать с гугл-формой было не очень удобно, потому что заказов было больше ста. И когда это так, то не очень удобно каждому человеку писать в индивидуальном порядке, когда нет никакой возможности in bulk обрабатывать заказы, типа массово, то это очень неудобно. Поэтому я стала делать нормальный сайт. С адресом shop.nikselpixel.com и корзиной, в которую можно класть товары и оплачивать. С админкой, в которой будут собраны все заказы, и в которой можно будет массово менять статус этих заказов и уведомлять покупателей об отправке. Хотя на самом деле нормальный, это много громко сказано, он был хуже, чем нормальный, он просто был, и в этом была его сила и его слабость. Он был медленный, неудобный и некрасивый, и сделан он был на платформе, название которой я не могу сейчас сказать, потому что я в этом видео дальше буду рекламировать другую платформу, но также потому что мне эта платформа не нравится. Не нравилась и не нравится. Я могу только сказать, что она рифмуется со словом воскрес. Окей, если вы дизайнер, или у вас есть команда дизайнеров, или у вас есть деньги на дизайнера, то, скорее всего, на этой платформе, которая рифмуется со словом воскрес, можно сделать классный, красивый сайт. Но если у вас нет этих денег, или если вы не дизайнер, в общем, вы остаетесь наедине с шаблонами, довольно стрёмными, которые очень сложно привести в какой-то порядок и сделать красивыми и удобными. Вот, даже если вы копаетесь дофига в CSS, в коде, всё равно. И самое главное, что мне не нравится, это то, что этот сайт на платформе воскрес был PHP-шный, и он очень долго и медленно грузился. Я не очень хорошо разбираюсь во всём вот этом, в языках. Я знаю, что PHP-это медленно, а JavaScript-это быстро. И вот тогда у меня было PHP, и это было плохо. Несмотря на все эти минусы, несколько лет мой магазин был именно там. И, конечно, благодаря тому, что я ушла от Google-формы к этому нормальному сайту, у меня увеличилось количество заказов, и вообще всё стало намного лучше. Но об этом, мне кажется, слушать не особо интересно. Интереснее слушать, какими были сложности и проблемы, поэтому поехали. Прокоп номер один. Заказов было так много, а времени было так мало, из-за того, что я работала параллельно в офисе фулл-тайм в рекламе, что я просто иногда очень-очень долго отсылала заказы, и вообще не успевала, короче, отсылать заказы. Мне супер неудобно об этом говорить, но надо. Я иногда не отсылала заказы больше месяца. Понимаете? Это очень плохо. Сейчас думать об этом просто супер некомфортно и странно, особенно учитывая то, что у меня сейчас есть мой интернет-магазин, где есть чёткое расписание, где мы раз в неделю отсылаем ваши заказы, но тогда вот была такая ситуация. Чтобы вы понимали, чтобы упаковать один заказ, нужно проделать следующие действия. Достать все товары, которые лежат в шкафу, и разложить по комнате. Собрать заказ в конверт. Написать на нём адрес, либо, если человек неправильно заполнил адрес, надо сначала связаться с человеком. Взвесить конверт. Посчитать, сколько стоит его отправка. Наклеить на него марки. Добавить хоть какой-то personal touch, чтобы человеку было приятнее, типа там наклейки какие-нибудь наклеить, или рисуночек нарисовать. Убрать все товары обратно. Прибрать все ошмётки, упаковку и бумажки. Отнести на почту. Это один заказ. А всего заказов в неделю могло быть 30 и больше. Намного больше, если я что-то новое дропала. И на это спокойно мог уйти целый день. Иногда даже два. И мне кажется, что из-за того, что я фуллтайм работала в офисе, и у меня на всё это оставалось только суббота и воскресенье, мне просто было ужасно сложно выделять мои единственные выходные на эту работу. Если вы будете открывать свой магазин, то это нужно обязательно учитывать. Упаковка заказов — это труд, который занимает довольно много времени и сил. Сейчас у меня таких сложностей нет. У нас с Пашей выделено целые два дня в неделю на упаковку и отправку заказов. Кстати, если сейчас кто-то смотрит меня, кому заказ не дошёл вот с тех времён, если у вас есть какой-то пруф о том, что вы сделали заказ, типа там письмо из магазина, напишите мне, пожалуйста, на shopsobakanixlepixle.com. Я обязательно либо верну вам деньги, либо дам промокод на ту же самую сумму, чтобы вы могли использовать его в моём текущем магазине и, наконец, получили свой заказ. Пройтёп номер два. Я отсылала значки письмами. Очень многие люди попадают в эту ловушку и не понимают, почему их отправления теряются. Попала в эту ловушку и я. Они не теряются. Они попадают в ад, потому что они нарушают самый главный закон Почты России — не отправлять товарные вложения письмами. Запомните, для Почты России есть два типа отправлений — товарные вложения и бумага. Товарные вложения — это предметы. Бумага — это письма, книги, брошюры, блокноты — всё, что сделано из бумаги. Товарные вложения отправляются посылками, а бумага, лёгкая, отправляется письмами, а тяжёлая — бандеролями. Вот я сделала для вас табличку. Пожалуйста, берите в себя эту табличку глазами, прям растворите её в своём мозге, усвоите, запомните на всю жизнь. И самое главное — никогда не спрашивайте, почему бумага — это не предмет. Главное, что предметы — это не бумага. То есть отсылать значки письмами нельзя. Но при этом можно ли отправлять бумагу посылками? Да, можно. Никто не остановит вас от того, чтобы заплатить в Почте больше денег. Почему люди вообще отправляют значки письмами? Потому что письма дешевле посылок. И потому что покупатели хотят сэкономить, а продавцы хотят быть более доступными для покупателей. И тоже хотят сэкономить, I guess. И я тоже каюсь, паковала значки между двумя картонками от коробок, вырезала там такое углубленице, перематывала всё это скотчем и отправляла письмами. И они пропадали, терялись, и приходилось отправлять их заново. Терять деньги и нервы. Вот, так что я вам очень сильно не советую так делать. Спойлер. Далее в видео будет ещё больше советов про Почту России, так что обязательно смотрите до конца. Там-там-там-там, перерыв. В какой-то момент я поняла, что не иметь магазина, это, конечно, плохо. И очень страшно признаться в том, что я в чём-то не справляюсь. Но не отправлять заказы месяц, это ещё хуже. Поэтому магазин я закрыла. Я не помню, сколько лет он был закрыт, но точно несколько лет. И всё это время люди писали мне всякие вопросы. Типа, а когда откроется магазин? А где можно купить пёсю? И я очень часто отвечала раздражённо. Когда будет открыто, тогда будет открыто. Вот, видите, сайт закрыт, значит, он не работает. Если бы он был открыт, то всё бы работало. Зачем задавать вопросы? Видно же, что не работает. Я не знаю, когда он откроется. Я не знаю. Я уже говорила, я не знаю. Вот будет открыто, всё будет открыто. Не работает сайт, значит, не работает, значит, магазин закрыт. Я не знаю, есть ли в этом смысл сейчас, но я всё равно хочу перед вами извиниться. Спасибо вам большое, что вы выражали интерес к моему творчеству и хотели меня поддержать. Простите меня, пожалуйста, что я отвечала вам грубо. Я так отвечала, потому что я внутри себя думала, что я слабая и непродуктивная, что я ничего не умею, что у меня ничего не получается, и, типа, я плохая из-за того, что я не справляюсь и не могу открыть этот магазин. И получается, что все эти вопросы, они как бы сыпали мне соль на рану. Это не значит, что сами вопросы плохие, это я просто вам рассказываю, что у меня внутри тогда было плохо. Всё наладилось. Ура! Это не продлилось 10 лет, а продлилось всего лишь не знаю сколько. Ну, короче, и в какой-то момент я открыла магазин заново, да! Это случилось, кстати, во время пандемии в начале. 10 месяцев назад, в 2020 году, я наконец-то открыла свой магазин заново, и теперь он выглядит вот так. И одна из причин, почему я так долго его не открывала, была в том, что я хотела сделать всё прям по уму, прям по-настоящему. Прям вот есть, типа, настоящие магазины в интернете, я хотела, чтобы мой магазин тоже был прям настоящий, чтобы всё было прям суперудобно, чтобы можно было платить как угодно, чтобы всё прям было по-белому, прям суперпросто, вообще вот так вот. И, в принципе, я довольна, у меня получилось. Дизайн я сделала на Тильде, оплату я теперь делаю через Юкассу, это раньше было Яндекс.Кассой. Я заключила с ними договор, сделала себе там кассовый аппарат, фискальный накопитель, электронную подпись, короче, с налоговой, что-то всё, вот это вот, это всё немного жесть, но я всё это сделала. Вау, всё получилось. Теперь мой сайт был красивый, быстро работал, и людям было удобно в нём расплачиваться миллионам разных способов. А также я наняла программиста, который написал мне админку, чисто вот прям по моему заказу. Потому что админка на Тильде мне не нравилась. Быстрое примечание, что такое админка. Админка — это административная панель. Это то место, через которое вы управляете своим интернет-магазином, или, в принципе, любым сайтом. У сайта есть фронт-энд и бэк-энд. Фронт-энд — это то, что мы видим спереди, то есть как выглядит сайт для человека, который на него заходит. А бэк-энд — это вот эта админка. Это то, что вы видите из другой страны. И в случае с интернет-магазином — это место, где вы видите все ваши заказы, все ваши товары, весь ваш вот этот каталог, стоки. То есть сколько на складе у вас, на складе, имеется в виду, в шкафу товаров осталось. Видите все статусы заказов. Можете, короче, всё настраивать. Вот это всё. Вот. И вот это всё я наняла программиста, чтобы он мне сделал. Ну, то есть у меня была комбинация. У меня была админка на тильде, где я настраивала внешний вид магазина. И у меня была ещё одна админка, где я могла управлять всеми заказами. Тут все фанатки и фанаты Excel должны, наверное, порадоваться за меня, потому что админку я попросила сделать в Google-таблицах. У меня буквально была интерактивная Google-табличка, где были все заказы, где можно было менять их статусы, можно было нажимать на кнопочку и отправлять имейл-уведомления в зависимости от статуса и в зависимости от содержания других ячеек. Типа там, если по России, то одно письмо, а если там есть трактномер, то другое письмо и так далее. Были прям шаблоны писем, которые мы подключили вот к этой всей штуке. Было офигенно. То есть человек заходил на тильду, клал товары в корзину, заполнял там свои данные, и эти все данные уходили в Google-табличку. Так можно сделать на тильде, если что, можете там почитать. У них очень много разных уроков. И из этой таблички всё уходило в ещё одну табличку, в которой всё красиво компоновалось. Вот последняя табличка была админкой. И где-то в 8 месяцев мы пропользовались этой админкой, и всё было прекрасно. Я бы даже не начала искать альтернативы, если бы не столкнулась с одной гигантской проблемой. Сумма заказа и тип доставки считались на тильде, в корзине. И сумма доставки не была зависимой переменной. То есть нельзя было сделать так, чтобы сумма доставки зависела от чего-то. Например, от веса посылки или от пункта назначения. Логично, да, что из Москвы в Москву отправить дешевле, чем из Москвы в Самару. Но на тильде этого сделать нельзя было. Сумму доставки я могла сделать только фиксированную. И из-за этого мне пришлось как-то высчитывать среднюю сумму доставки по России, среднюю сумму за границу, среднюю сумму там куда-нибудь в США, потому что туда ещё дороже. И это было суперплохо, потому что некоторые люди недоплачивали, некоторые люди переплачивали. И если кто-то недоплачивал, то я переплачивала. Если кто-то переплачивал, то я думала, ой, мне очень стыдно, очень стыдно, очень плохо. А ещё очень многие люди просто не делали заказ, потому что минимальная стоимость доставки у меня начиналась от 300-300 рублей. Справедливости ради надо заметить, что на тильде недавно появилась интеграция с Почтой России, которая позволяет считать сумму доставки в зависимости от пункта назначения. Но это работает только для заказов по России и СНГ, по всему миру не работает. Поэтому мне это не подходило, потому что я доставляю по всему миру. И я несколько раз пыталась решать эту проблему, садилась, разговаривала с программистом, разговаривала с Тильдой, гуглила, гуглила, но ничего не получалось. Просто вот раз в несколько месяцев, серьёзно, я ещё садилась, пыталась, ничего не получалось. А потом вдруг получилось. В один прекрасный день Google просто, наверное, решил сделать мне подарок и выдал мне в поиске Equit. Вот воспроизведение, как это выглядело. Equit — это онлайн-платформа для создания интернет-магазинов. И она позволяет встраивать вам свой интернет-магазин вообще на любой сайт, в том числе на Тильду. Всего два месяца прошло с тех пор, как мы перешли на Equit, но у меня такое ощущение, что мы всю жизнь были там. И да, Equit по какой-то невероятной причине стали спонсорами этого видео, но вот как я на это отреагировала. Так что всё, что я буду вам сейчас рассказывать, это прежде всего моё мнение и мой опыт. Итак, главная причина, по которой я перешла на Equit, это потому что там можно делать вот что. Считать доставку! То есть теперь, когда люди кладут товары в корзину, им не нужно самим мучиться и трать время и выбирать, какой суммы доставки им нужно. 300 или 500, а почему 500? Всё считается автоматически, в зависимости от того, какой тип доставки нужен человеку, курьерская, самовывоз или почтой, где человек живёт и какой у корзины вес. Лёгкий вес стоит дешевле, тяжёлый вес стоит дороже. Офигенно! Идём дальше по моим любимым функциям. Витрину Equit можно сделать отдельным сайтом, а можно встроить на любой другой сайт, например, на Tildo. То есть основной весь сайт у вас будет, например, на Tildo, а кусочек с витриной, товарами и корзиной будет Equit-овский. Он будет встроен внутрь вот этого большого сайта. Для меня это офигенно, потому что я никуда с Tildo уходить не хочу. Меня она устраивает просто по всем параметрам, по всем. Я обожаю Tildo, реально. Включаю поддержку. Кстати, на Equit поддержка тоже очень классная. Когда я переезжала туда, то они не раз уже мне помогали и очень быстро и хорошо. Каталог товаров! Можно задать варианты товара, вес, SEO, варианты доставки, прикрепить цифровой файл, управлять остатками. Нельзя только замуж выйти за товар, всё остальное можно. Продажи! Все покупки можно фильтровать как угодно. Это супербыстро и суперудобно. И вы сразу же видите, что каждый человек купил. Везде там есть прям иконочки. Прям визуально и текстово. И вы видите, какой человек комментарий оставил к заказу. И какой тип заставки. Вообще все данные. А когда вы заходите внутрь каждого заказа и добавляете туда трек-номер, то статус заказа меняется автоматически на отправлен. И автоматически человеку отсылается уведомление, письмо. И вообще при любой смене статуса заказа имейл отправляется автоматически. И как человек, который раньше менял статус для каждого заказа, а потом для каждого заказа нажимал отправить письмо, я могу сказать, что это очень сильно экономит время. И это очень хорошо. Редактор текстов, витрины. Это тоже моя любимая штука. Не надо копаться в коде. Просто вставляешь сюда текст интерфейса, который вам не нравится, и меняйте на тот, который нравится. Например, я хочу, чтобы вот здесь вместо слов в корзину было написано в мешок картошки. Просто пишу здесь в мешок картошки и вуаля. И самое главное, самое главное, для покупателей все просто, очень удобно, быстро и красиво. Вот я кладу что-то в корзину, я тыкаю на корзину, и все так вот быстренько. Я заполняю данные. И вот эта система, она сама мне что-то подсказывает. Она сама видит мой адрес и определяет, что вот я могу курьерскую доставку, например, попросить, или я не могу. Я люблю, когда сайт как бы предугадывает все эти штуки, и когда человек может по минимуму все это делать. Короче, я счастлива. Я действительно почти на 100% довольна своим интернет-магазином. Эквит супер, и я очень рада, что я их нашла. У них есть бесплатные тарифы, есть платные. Так что переходите по ссылке в описании и открывайте свой интернет-магазин с ними. Кстати, при переходе по ссылке в описании вы получите месяц тарифа бизнес со скидкой 70%. И можете опробовать все фичи, которые я описала. И много других. Но это еще не все. И, наконец, в конце, в конце-наконец, я хочу рассказать вам про мега-инфу про Почту России. Которые, конечно же, не идеальны, и у меня с ними есть сложности, и у всех есть сложности, и они теряют посылки, и все такое. Но будущее поистине наступило. И вы можете дома взвесить свою посылку, вбить, зарегистрировать ее на сайте Почты России, оплатить, распечатать бланк, наклеить ее на посылку и сдать в любом отделении без очереди. Можно даже, знаете, как сделать? Можно не печатать этот бланк, можно просто взять вот этот зарегистрированный трек-номер и написать на посылке. И все. И сдать тоже без очереди. Они сами наклеят. Для кого-то, наверное, то, что я сейчас вот сказала, это не какая-то особенная инфа, просто какая-то, что, бесплатная реклама Почта России. Но для меня это big fucking deal. Потому что раньше такого не было. Я не знаю, где есть камера. Раньше это было супер неудобно. Для меня просто это шок, что можно все сделать дома и просто отнести на Почту уже готовое. И ничего на Почте там не делать. Понимаете? Ничего. Все можно сделать через сайт. И зарегистрировать, и оплатить. Вообще все. Просто идите на Почту и спрашивайте, где здесь окошко, куда можно сдать оплаченные посылки без очереди. Плохие новости в том, что будущее наступило не везде. И с письмами почему-то такое не прокатит. Я не знаю почему, но письма оплатить онлайн нельзя. Можно только марками. Его можно зарегистрировать на сайте, сформировать трек-номер. Но оплатить вам все-таки придется на Почте. Либо вам нужно купить марки заранее и наклеить дома. Почему так, я не знаю. Почему есть какая-то такая разница гигантская в оплате между товарными вложениями и письмами. Но все вот так. Вот теперь все. Конец. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам было интересно и что я ответила на какие-нибудь ваши вопросы. Если на какие-то вопросы не ответила, оставьте их, пожалуйста, в комментариях, и я отвечу на них в следующем видео. Огромное гигантское спасибо всем людям, которые поддерживают меня на Патреоне. Именно вы спонсируете мою деятельность, мои съемки видео, мои... Все остальное. Я не знаю вообще, как называть то, что я делала. Короче, все, что я делаю, вы спонсируете. Спасибо вам просто гигантское. Также хочу сказать, что я пытаюсь отрастить волосы, и это очень-очень сложно. Почему я хочу отрастить волосы, я не знаю точно. Я не знаю. Короткие волосы мне понравились, но что-то я соскучилась по... Как бы... Да. Вот. Вот как они выглядят сейчас. А, я еще удобрею. Виски брить я перестать как-то не могу. Вот. Брррр. Продолжение следует... Продолжение следует...